Давайте придем к Господу в молитве. Отче, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына, и я прошу, Отче, Твоей благодати и Твоей милости, чтобы Ты говорил нам в этот день, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты укрепил нас, чтобы Ты принял больше славы от нас, чтобы мы могли научиться ходить, как Твои слуги, и быть в мире, в Твоей суверенной власти, чтобы Твое действительное и истинное духовное процветание было чем-то таким в нашей жизни, чтобы мы могли быть исцеленными среди этого несчастного и падшего мира, чтобы мы могли сиять, как свет, чтобы мы были тем, кто мы есть, новыми творениями во Христе Иисусе. Отче, помоги нам, и если есть здесь кто-то, кто не знает Тебя, то пусть они познают Тебя сегодня, как Спасителя и Господа, во имя Иисуса. Аминь. Я прошу Вас открыть Ваши Библии и Римлянам, глава первая. Я знал, что я где-то неделю я был здесь, проповедуя, и Господь положил мне нечто на сердце, но потом, рано, меня унесло обратно в Иллинойс. Моя мама там, в больнице, страдает от рака. Это забирает ее жизнь. Но в этом есть и хорошая сторона. Она уже более 65 лет христианка, и она принадлежит Ему. И она уходит туда, куда и я бы так хотел уйти, когда моя работа здесь будет закончена. Я прошу Вас открыть Римлянам, первая глава, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. В одном этом стихе видна полнота. Люди могут писать вихами об этих нескольких словах, что мы видим здесь. Я верю, что Господь положил мне слова эти на сердце, не только для вас, но и для меня. И в этих словах мы можем найти почти все, что нам надо знать о том, кто мы такие и что должны делать. В этих словах заключена великая свобода, и сила, и радость, полнота христианской жизни, если только мы впитаем эти несколько слов в наше сердце. Вы знаете, порой мы пытаемся захватить побольше из Писания, стараемся познать так много всего. И порой что-то малое, но самое важное, ускользая от нас, держит нас в непонимании. Я знаю одного человека, который старался соответствовать только одному месту в Писании. Он решил, что возьмет только одно место Писания, не в том смысле, что он будет пренебрегать изучением других мест Писания, а он взял это место и всю свою жизнь старался постигнуть его. А выбрал он Псалом 22. И вы спросите, ну и как долго вы можете сидеть над одной главой? Что ж, Господь пастырь мой, и вы начинаете с большой заглавной буквы. Не просто Господин, но Господь. Есть такая полнота в этих нескольких буквах, которые определяют его отношение к господству над всем творением, и особенно надо мной. И мы стремимся знать так много вещей, и это важно знать много, но порой так необходимо вернуться к вещам, которые лежат в самой основе. Вот Павел представляется здесь. Павел, апостол, который был использован более других людей, когда-либо живших в истории мира. И давайте взглянем на то, как он подавал себя. Он говорит, Павел раб. Он говорит, вы хотите знать, кто я? Я слуга в узах. Это из греческого слова «дуос». Оно означает «раб». Я раб. Давайте остановимся здесь на минутку. Если кто-то, играя в слова, попросил бы вас выбрать одно слово, чтобы описать себя, всплыло бы это слово в вашем сознании, как самое определяющее. Раб. 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 Всплыло бы. Надо ли мне идти далее? Надо ли мне еще спрашивать вас? Надо ли говорить другие слова? Если бы вы ухватились, и если бы я ухватился за то, о чем я сейчас говорю, мы бы нашли так много исцеления, возрастания, так много силы христианской жизни. Вы видите, то, что сразу звучит в нашем сознании, возможно, единственное, что вы думаете больше всего о себе и то, что держит вас под контролем. Ну, я вот то, и я вот это. У меня такое звание, и вот такое. И ничто из этого в конечном итоге не приносит радости. Ничто из этого не приносит удовольствия. Они могут дать престиж, уважение людей и много других вещей, но они не принесут ничего от Бога. Запомните, те вещи, которые больше всего почитаются людьми, зачастую мерзость перед Богом. И мой вопрос вам. Если кто-то спросит вас, кто вы? Первое слово, которое придет вам на ум и выйдет из ваших уст, будет ли я раб? У меня есть несколько определений раба. Во-первых, это тот, кто полностью принадлежит своему господину, и чья жизнь целиком подчинена воле своего властелина. И давайте опять остановимся. Я знаю, что это просто. Это может выглядеть банальным. За это не будет награды. Но давайте просто подумаем над этими простыми словами. Сможете ли вы описать себя как кого-то, кто целиком и полностью принадлежит кому-то другому, и чья жизнь целиком и полностью отражает волю своего господина? Теперь вы понимаете, вы можете провести годы над этим стихом. Целые годы. Кто ты, Пол Вошер? Ну, я проповедник, я директор, я вот то, я вот это. Все это пустое. Людские титулы. Первое, что приходит мне на ум, я раб. Целиком и полностью я принадлежу другому, не себе самому. Я был куплен за цену, и вся моя жизнь отражает волю того, кто купил меня. Я хотел бы, чтобы вы знали, что Библия учит нас, что мы... Позвольте мне сказать это по-другому. Я не люблю ссылаться на него, но я сошлюсь. Боб Дилан. В его христианские годы, в так называемые христианские годы, он написал песню, в которой сказал, «Ты должен кому-то служить». Видите, вопрос не стоит, «Раб ли ты?» Единственно верный вопрос, «Чей ты раб?» Ты всегда раб чего-либо. И это факт, что в нашей культуре именно те, кто кажется наиболее свободным и независимым, на самом деле находятся под самым большим рабским бременем. Вы есть раб. Вы раб. Вопрос лишь, что, раб чего? Прежде всего, в Библии, вам не надо открывать. Я выписал эти стихи. В Римлянам 6.16 сказано, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Осознаете и вы, что вы можете быть рабами греха?» Это должно быть истолковано двумя путями. Самое первое, все мы, как христиане, сражаемся с разными вещами. Мы все имеем полноту в нашей броне. Мы все ведем брань, которую надо вести самим лично. То, что, возможно, не борьба для вас, может быть тяжелой борьбой для меня. И так мы все сражаемся против греха. Я хочу, чтобы вы знали, что в Иисусе Христе есть преодоление этого греха, но есть огромная разница между верующим, кто борется с грехом, и возрастает в этой победе над грехом. Есть большая разница между таким человеком и членом церкви, кто находится в постоянной зависимости и рабстве греха. Мне приходилось бороться с грехом более, чем большинство из вас могут поверить. Все мы боремся. Но в этой борьбе есть доверие ко Христу, и есть возрастание в победе. Как он говорит в Иезекииле, «И очищу вас от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас». Это борьба, но это в то же время и победа, которая имеет своей целью более и более преображать нас в образ Иисуса Христа. Но если вы здесь в это утро, и ваша жизнь отмечена постоянным рабством греха, возможно, вам нужно будет побеседовать с кем-нибудь здесь, потому что христианская жизнь не является рабством греха. Есть так много людей, которые порабощены грехом, и несмотря на это, сидят в церкви каждое воскресенье. И если это вы, то поймите, что мы хотим сказать вам. Мы хотим сказать вам со всем состраданием и милосердием, и с правдой, «Не оставайтесь в этом состоянии порабощенности греху». И вы скажете, сразу как я говорю что-то подобное, люди думают, «Да, рабство порнографии, аморальности, да, этим вещам, но есть и другие вещи, которые могут быть индикаторами того, что вы не знаете его». Рабство гневу, рабство ненависти, рабство злоречию и непрощению. Вы порабощены этими вещами? Вы видите, вы раб. Единственный вопрос, раб кого или чего? Далее, вы также можете быть рабом человеческой славы. Библия говорит, Матвея 6,5, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Одно из самых ужасающих мест во всем Писании, то, что Бог даст тебе то, что так желает твое сердце. Вы скажете, «Но что ужасающего здесь?» Давайте на минутку вдумаемся в это. Те фарисеи, единственная вещь, что они желали, была слава, уважение других людей. Они желали иметь репутацию среди других людей. Это было желанием их сердца, и Бог дал им то, чего они так желали. И не отчасти, а в полноте. И потом они пошли в ад. И сейчас вы скажете, «Да, мы не должны уподобляться тем фарисеям». Но задумайтесь над этим. Давайте на минутку вытащим это из религиозного контекста. На секунду. Вы скажете, «В религии я не желаю славы от людей, но желаете ли вы славы от людей в других областях? Желаете ли вы их аплодисментов, их одобрения, их кивания головой? Желаете ли вы сидеть и быть сообразованным с веком сим? В вас настолько отпечаталось ваше желание человеческой славы, что вы почти не замечаете этого. Одежда, которую вы носите, кто-то сказал вам, что это модно, и вы делаете то, что они говорят вам. «Машина, на которой вы ездите, дом, в котором вы живете, все это пропечатано в вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Ваше желание угодить людям, чтобы они почитали вас. Чтобы они почитали вас». Вы видите, один из тех моментов, что мы должны осознать, не контролируют ли нас все эти вещи гораздо более, чем мы желаем признавать или можем заметить. одно из самых сильных свидетельств этому, очень простое, и я уже называл его, это мода. Особенно для вас, молодые люди, осознаете ли вы, насколько сильно в вас отпечатана зависимость того, что кто-то может подумать о вас? Но насколько редко вы пытаетесь соответствовать заповедям Писания, которые говорят, «Будь таким» и «Не будь таким». Вы видите, мы должны быть очень осторожными. Мы читаем это, и мы думаем, «Но это все не про меня». Нет, это все абсолютно и полностью о вас и обо мне. Мы сформированы нашим желанием человеческой славы. Одна из причин, что мы так боимся порой убеждать или свидетельствовать людям, не потому, что они могут огреть нас палкой по голове. Мы просто не хотим, чтобы они думали о нас как о каких-то странных людях. Вы видите, в нас впечатано наше желание славы человеческой. И вы можете быть рабом этого. Как много людей рабы фондовой биржи просто потому, что они желают отследить индекс Джонса. Вы видите? Видите, просто потому, что они желают жить в определенном цикле. Мы можем быть рабами стольких вещей. И это рабство будет разрывать нашу жизнь на части. Также вы можете быть рабами вещей этого мира. 1 Иоанна 2, 15-17. «Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Вы порабощены вещами этого мира? Чем наполнены ваши мысли? вы знаете, вы знаете, «Надо быть со мной долгое время, чтобы узнать о моем увлечении стрельбой из лука?» Я порой смотрю на все эти вещи, я рассматриваю луки, тетиву, и всякие подобные аксессуары. «Никогда не забуду, как однажды я вернулся из Англии, я там проповедовал, в Лондоне, и вот я вернулся, и я привез английский длинный лук. Я решил, что я буду первым человеком в Америке, кто подстрелит оленя из английского длинного лука, и я засел в тростнике, было утро, и свет засиял так красиво, солнце вставало, а я сидел в засаде, выжидал там, и роса выпала на меня и на этот прекрасный лук, и он заискрился в лучах солнца, и я смотрел на это, и словно бы голос проговорил ко мне, «Вот Бог Пола Уошера». Не удивительно ли это, как вы и я можем взять банальную вещь и превратить ее в Бога? Вы скажете мне, «Ну, брат Пол, это же не был действительно твой Бог». Позвольте мне сказать кое-что вам. То, что больше всего наполняет ваши мысли, это ваш Бог. Стрельба из лука сама по себе может быть хорошей вещью. Большинство вещей, почти все вещи в этом мире, если их использовать должным образом, по воле Бога они будут большими благословениями, но вы и я должны осознавать, что мы можем быть порабощены вещами этого мира, который так контролирует нас, что мы не можем служить Христу. И нам надо постигнуть это учение, что нельзя служить двум господам. Вы порабощены? Позвольте задать вам один вопрос. О чем вы думаете больше всего? О чем вы думаете больше всего? Вы сейчас указали своим пальцем прямо на вашего Бога то, о чем вы думаете больше всего. И я хочу, чтобы вы поняли, особенно вы, молодые люди, которые начинают служение, ваше служение может стать вашим Богом. Каждая вещь имеет возможность в нашей плоть и вознестись в статус идола вещи этого мира. И вы знаете, что мы предупреждены о вещах этого мира. Они проходят. Вы служите Богу, который умирает. Когда в первом Иоанна говорится, что этот мир проходит, на греческом это также значит, что этот мир выталкивается вон более великой силой. И это царство Христа, и оно выталкивает этот мир. Поэтому не живите для вещей. Не будьте порабощены вещами, которые моль съедает, ржа истребляет, которые воры могут украсть. Также Библия говорит, что вы можете быть рабом богатства. Во втором Тимофея 3.2 есть люди, которые названы сребролюбивыми, любящими деньги. От Матвея 6.24 «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Вы скажете, «Да, брат Пол, ты должен сказать это богатым». Позвольте сказать кое-что. «Я видел богатых, порабощенных богатством, и я видел бедных, порабощенных богатством». И факт в том, что я видел бедных, которые думают о богатстве больше, чем богатые, которые уже имеют его. «Я не собираюсь защищать богатых, но я также не собираюсь потворствовать бедным». Мы должны быть так осторожны. Вы скажете, «Но это все не про меня, я не богат». Если вы сидите здесь, на этих местах, вы богаче, чем 95% людей на земле. И мы можем быть захвачены деньгами. Мы можем быть захвачены деньгами. Почему? Потому что деньги имеют власть дать тебе то, что ты хочешь, дать тебе вещи, дать тебе все виды продукции, создать тебе авторитет. и вы можете быть их рабом. Независимо от того, много ли их у вас или совсем нет, вы можете быть рабом денег. Вы видите, я уже говорил, что деньги могут дать вам вещи. Мой Бог дает мне вещи. Ваш Бог может дать вам вещи. Вам не надо быть порабощенными теми же вещами, что и этот мир. Ваш Бог позаботится о вас. Ваш Бог будет опекать вас. Ваш Бог говорит вам быть подобным маленьким детям. Ваш Бог говорит бедным ликовать, торжествовать в смирении. ликовать, что они были избраны для царства, если они во Христе. Богатые, они также должны ликовать и торжествовать в их смирении, зная, что деньги не причина этому. Христос есть причина торжества, и только Он должен обладать вами. Вы должны осознать это и быть на чеку, чтобы не поработить себя деньгам. Родители, большинство из вас думают так, мои дети должны закончить школу на отлично. Хорошо, но зачем? Чтобы они могли поступить в колледж. Зачем? Чтобы устроиться на хорошую работу. Зачем? Чтобы заработать много денег. Зачем? Более чем колледж. Более чем спорт. Чем хорошая стипендия. И все эти вещи, которые исчезают, мы должны думать, о, лишь бы мой малыш был угодным Богу. Лишь бы он отдал все ради Христа. Чтобы мое дитё жило для него. Чтобы мой ребенок не был порабощен всеми этими вещами, которые до сих пор так порабощают меня. Вы понимаете? Сейчас послушайте. Есть равновесие во всем. Есть. Но осознаёте ли вы? Вы выстраиваете повестку дня, записываете ваши планы и время на ваших детей, затем инвестируете время в них на разную деятельность, но как много времени вы тратите на то, чтобы научить их быть богоугодными? Мы покупаем им вещи. Мы наполняем их через СМИ понятиями этого мира. Мы вводим их в этот мир, мы таскаем их за собой всю неделю по всякому месту на лице земли. Мы настолько заняты, мы так распыляем нашу жизнь, мы даже не можем сесть и спокойно поесть. И что мы делаем? Мы учим наших детей порабощать себя тому же Хозяину, что порабощает нас и превращает нашу жизнь в руины, вместо того, чтобы учить наших детей, что только одно необходимо – преданность Христу, порабощенность Христу, служение Христу. Далее, вы можете быть рабом плотских удовольствий. В Римлянам 16, 18 говорится, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а Своему чреву. 2 Тимофею 3, 4 «Более сластолюбивы, нежели Боголюбивы». Не дает ли это точное определение нашему времени? Все о сластолюбии. Но удовольствия так мимолетны, они непостоянны. Как скоро мы кладем это в рот и жуем, так скоро это разлагается и становится трухой. Только одно истинное удовлетворение – удовлетворение Богом. Вы видите, дорогие друзья, я не пытаюсь. Писание не пытается отнять у вас эти вещи. Оно пытается дать вам жизнь. Осознайте, что вещи, которым так рвется этот мир, есть ничто для вас, потому что вы новое творение, и вы во Христе, и царство было дано вам, малые дети. в послании Иакова 4.1.2. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите?» Он говорит, «Что это за вещи, что возбуждают конфликты между вами? Это ваше желание для собственного удовлетворения». Вы видите, одно определение слуги, что он живет для удовлетворения, но не для удовлетворения себя, а удовлетворения своего Господина, своего Господина. Иисус постоянно говорит нам, что тот, кто пытается сохранить свою жизнь, потеряет ее, но тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, обретет ее. Самый счастливый, самый наполненный человек на этой земле, тот, кто совершенный раб, самого совершенного Господина. Вы можете быть рабом своего «Я», рабом, возможно, самого жуткого Господина на этой земле. Во 2 Тимофею 3.2 говорится, «Люди будут самолюбивы». Это сильно внедрилось в христианство. Я имею в виду, мы широко распахиваем двери американской церкви, но наше поколение – это поколение своего «Я». кто-то пошутил на телевидении и в интернете, сказав, «Церковь моего «Я» – все обо мне. Я иду туда из-за меня самого. Это все обо мне. Мое «Я» – это тот монстр, которого вы не сможете прокормить. Вы никогда не дадите ему достаточно, потому что чем больше вы даете, тем больше он получает, тем больше он хочет, и это постоянный цикл служения себе. Не знаете ли вы, что я сейчас кричу на вас просто по причине вашего брака? Величайшая проблема в наших браках – это свое «Я». свое удовлетворение. От чего бы мне увильнуть? А что здесь подойдет мне? Все проблемы в наших отношениях из-за своего «Я». Мы все так поглощены собой. Наш разум – такой хрупкий и нежный в пределах забот о себе, любимом. Один из лучших способов принести исцеление нашему разуму – это остановиться на пути заботы о себе и направить наш разум на других, чтобы послужить им. Повторяю, мы не спорим о том, являетесь ли вы рабом или слугой. Являетесь. Но Павел особенно выделяет тот момент, что он раб Христа Иисуса. И мы видим в этом как выражение характеристики, так и выражение принадлежности. В греческом языке. Я думаю, что оба вида выражения применимы здесь. Когда Павел говорит, что он раб Христа Иисуса, он также описывает то, каким рабом он является. Каким рабом являетесь вы? не надо отвечать сразу. Спросите себя, если бы кто-то наблюдал за моей жизнью определенный период времени, наблюдая, что я говорю, как я разговариваю, как я хожу, все обо мне, ему надо было бы заполнить бланк о результатах наблюдения за вами. Написал бы он раб Христа Иисуса. Описал бы он вас такими словами. Я хочу, чтобы вы знали кое-что. Я не достиг до этого, но это та высота, к которой мы должны быть устремлены. Это должно быть нашей славой, нашим названием, не сообразоваться с людьми и с теми вещами, которыми так дорожат люди. Наша великая цель, то, что превыше всего в моей личной жизни, моя желанная цель, чтобы моя жена могла, глядя на меня, заполнить этот бланк словами «Раб Христа Иисуса». Годы назад моя жена, мы тогда были моложе и слегка хиповатые. Некоторые из вас понимают, что я имею в виду. Она купила мне камень с резной надписью. Она также купила кожаный шнурок, чтобы повесить мне на шею. И на том камне было вырезано «Дулос Узэу» на греческом «раб Бога». И я никогда не был в состоянии соответствовать этому камню. Разве вы не знаете, рабство так унизительно для людей, «Но быть рабом Бога» это высочайший титул, который только может быть дан людям. Это должно быть вожделенным для нас. И это то, что ваши сыновья и ваши дочери должны видеть, когда они смотрят на вас или на меня. они должны думать «Слуга Всевышнего Бога». Кто твой папа? Он слуга Бога Всевышнего. И я хочу, чтобы вы понимали кое-что. Я думал об этом недавно и осознал вот что. так часто, и это правда. Мы в нашем христианстве и в наших песнях поем «Я был рабом, но свободен теперь». И это правда. Но здесь есть смысл, который нам надо бы перефразировать. Вы видите, когда вы становитесь христианином, вы не переходите из рабства в свободу. Когда вы становитесь христианином, вы переходите из рабства в рабство. Вы меняете господина. «Но то, что отличается, что ваш новый господин, благой господин, он добрый господин». Вы скажете, «Но брат Пов, я не увидел его особой доброты. Я не видел его особой милости и не заметил его особенного проведения». Ну а почему он должен показывать это вам? Вы ведь все делаете сами. Вы видите что-то и желаете это. Вы пойдете, возьмете кредит и купите. Вы можете все сами. И вы растратите вашу душу, приобретая эти, возможно, хорошие вещи, которые ваш господин и так хочет дать вам. И если бы вы ожидали его в молитве, то, возможно, через год или два он подарил бы это вам просто так. Теперь другой момент. Павел говорит, что он раб Христа Иисуса. И я думаю, что это важно. Он ставит слово Христос перед словом Иисус, показывая, что он отдал себя в рабство не просто человеку, но он отдал себя в рабство Христу, Божеству, Мессии, тому, кто жил и умер и воскрес, который есть Господь, господствующий и Царь Царей, обладатель всех славных имен, которые есть. Вы видите, насколько это нерационально отдавать себя в рабство людей. Но нет ничего иррационального в том, чтобы отдавать себя в рабство Господу, Божеству и Христу, тому, кто запечатлел в вас свидетельство своей собственной кровью. И факт в том, что наиглупейшая вещь, которую вы можете сделать, это продать себя за какие-то вещи, которые так подкупают вас. Самое глупое это растратить свою жизнь для вещей, растратить свою жизнь для потакания тем людям, многие из которых будут осуждены в день суда, жить для мира, жить для мира, который не только проходит, но и выталкивается вон. Вот это безумие. Но поработить себя Христу, Богу воплоти, это же самое здравое решение, которое человек только может принять. Далее, я хочу привести пример из послания Иакова. Я просто обожаю этот пример. Послание Иакова 1.1 сказано, Иаков раб Бога и Господа Иисуса Христа. Вы знаете, что это Иаков, брат нашего Господа по матери. Просто отметьте это для себя. Он не заявляет, Иаков брат Иисуса Христа. Он не заявляет, Иаков великий столб среди всей церкви и братства в Иерусалиме. Он говорит, Иаков раб Иисуса Христа. Вот она, сила обращения, потому что Иаков до смерти и воскресения Христа посмеивался над своим братом. Он не верил в своего брата. Но когда он приходит к пониманию Христа, не так, как Павел сказал, во плоти, но Христа такого, как Он есть, когда он приходит к пониманию Его, Его отношение к Нему совершенно и полностью меняется. раб Иисуса Христа. Два человека и два титула в Писании, которые меня так восхищают. Один из них это в послании Иакова, а другое от Иоанна, того, которого Иисус любил. Отметьте, он не говорит «Тот, который любил Иисуса». Я знаю, что это по-библейски петь песни «О, как я люблю Иисуса», но я нахожу, что петь так весьма затруднительно, потому что я не нахожу всей полноты ценности в пении о моей любви к Иисусу, но я вижу, что вся драгоценная полнота в пении или в проповеди заключена в любви Иисуса ко мне и к другим людям. Мы продолжаем. Быть слугой Иисуса Христа подразумевает определенный смысл и означает он то, что мы отдаем себя на волю Христа. Итак, мы отдаем себя на волю Христа. Но это достаточно легко сделать, когда вы отстранились от воли Божьей настолько далеко, насколько вы смогли. Вы скажете, «Я отдаю себя на волю Христа». Хорошо, а какова эта воля? Пока вы не знаете об этом, вы остаетесь свободны от нее. Единственный путь, когда вы можете сказать о своем рабстве, это когда вы подойдете серьезно к тому, чтобы знать волю вашего Господина. И это приходит через обновление вашего ума. И это приходит через молитву. Это приходит через библейское общение. Это приходит через внимание при слушании проповеди. В этом проявляется желание знать его волю. Это ужасно. Это устрашает быть посланным куда-то и выполнять задачу, о которой ты не знаешь ничего, зная, что ты будешь держать отчет, даже несмотря на то, что ты не знал направления. Это устрашает. Это вроде как ваш папа говорит вам, сходи в сарай и принеси этот инструмент. И вы не можете найти его. И затем вы слышите, что, мне самому прийти? Вы видите, так много людей эмоционально заявляют, о да, я слуга Иисуса Христа. Но стоит вам спросить их, а что ваш Господин повелевает вам относительно супружества? А что ваш Господин повелевает вам в отношении воспитания детей? Что ваш Господин повелевает вам относительно ваших обязательств как сына или как дочери? И тогда все меняется. Вы видите? Я хочу вам зачитать один текст, который очень, очень важен. Иисус Христос наш пример того, что значит быть слугой. Он говорит, Марка 10, 45, Он пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить. Сейчас, братья, послушайте меня, послушайте меня. Вы отметите, что я говорю много о браке и семье, потому что это одна из важнейших вещей. Это все важнейшие вещи, но я скажу вам кое-что. Ваши основные проблемы в браке, даже те, о которых вы так не думаете, приходят потому, что вы хотите, чтобы вам служили. Жены, я могу сказать вам то же самое. Каждый из нас в отношениях должен так опасаться этого. Многие люди занимают какие-то посты в церкви для того, чтобы им послужили. Многие люди начинают дружить с кем-то, чтобы те им послужили. Множество людей из-за того, что не осознают всей полноты сферы брака, вступают в него, чтобы им послужили. Но хотите ли знать, что вы найдете великую свободу, когда начнете отворачиваться от этой позиции и говорить, я здесь, чтобы послужить, без разницы, служат ли мне или нет? Это та проблема, которая проявляет себя практически во всем. Сейчас я бы хотел взглянуть, я знаю, что время так летит, но хотелось бы хотя бы коснуться второй части, тут три части, я закончу первую и коснусь второй. Павел, раб Христа Иисуса, призванный апостол. То, что он буквально здесь говорит на греческом, призванный апостол, апостол, которого призвали. И я думаю, что очень важно понимать это. И позвольте мне дать вам другой пример. В первом Коринфянам 1.1 он говорит, Павел волею Божью призванный апостол Иисуса Христа. Первое Тимофею 1.1 Павел апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Что я говорю? Павел был призванным апостолом. Это значит, что он был тем, кем он был по воле и по велению Бога. Вы должны, и я хочу говорить это большинство моих братьев здесь, вы должны быть в состоянии сказать или в вашей жизни нет никакого основания, братья, вы должны быть в состоянии сказать, я тот, кто я есть по воле и по велению Бога. Это не то, что я выбрал для себя, служение, что я выбрал, профессия, что я выбрал, работу, что я выбрал, или место, что я выбрал, или обстоятельства, которые я выбрал. Нет. Это все то, кто я есть в соответствии с волей и повелением Бога. Тут есть два взгляда на это. Первое это всеохватный суверенитет. И это дает нам великий покой. Это дает мне великий покой от знания этого, несмотря на то, что я столько раз не умел услышать его голос. Несмотря на все мои промахи, все мои грехи, я продолжаю находиться в Божьей воле, потому что Божья суверенная воля в состоянии предусмотреть и покрыть все мои ошибки и глухоту моих ушей. И я тот, кто я есть по воле Бога. И по повелению вы видите власть здесь. Это не то, что я выбрал быть тем или этим. И не думайте, что такой подход относится только к служению. Вы должны быть доктором по повелению и воле Бога. Вы должны быть подрядчиком или быть продавцом. Вы должны быть тем и этим и всем остальным, потому что вы знаете, что это воля Бога для вашей жизни. А если нет, то у вас нет основы, фундамента. Теперь я хочу отметить пару моментов здесь. Это непросто. Я использую конспект, будто впервые в жизни проповедую. Прежде всего, почему это так важно? Я скажу вам, почему это так важно. Неясное знание своего призвания ведет к неясному послушанию. Неясное знание своего призвания ведет к очень неясному послушанию. Когда я начал говорить о рабстве и постижении воли Божьей и жизни в соответствии с волей Божьей, как раб, я знаю, что происходило в ваших головах. Вы скажете, «Ой, я так устал, и меня тошнит от проповедников, говорящих, что мне делать? Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из них сказал, «Как это сделать? Как мне начать? Это же нечто огромное, воля Бога, она столь гигантская, как мне начать выполнять ее?» И я собираюсь сказать вам, прежде всего, вы должны определить особое место Бога в вашей жизни и ваше место в Божьем замысле. Вы осмысливаете то место, куда вас Бог поставил, а это то место, где вы сейчас находитесь, а затем углубляетесь в Писание и начинаете распознавать Его волю. Я приведу вам пример из этого. Прежде всего, стих 7, здесь, в 1 главе Римлянам, он говорит, «Призванным святым». Святым. Вот что он говорит. То есть воля Божья, распознавание воли Бога начинается с этого места. Бог призвал вас быть святыми. Что это значит? Он призвал вас быть теми, кто отделен. теми, кто отделен для Него. Это самое первое, что вам надо знать. Бог призвал вас быть святыми. Что значит, что Он призвал вас быть отделенными. И так вы идете к Писанию и начинаете распознавать, что это значит. Бог призывает вас не участвовать в этом множестве дел, в которых участвует этот мир. Он призвал вас увидеть в Писании все те вещи, которые Он ненавидит и избегать их, а также открыть для себя все то, что Он любит, и бежать к этому. Он призвал вас сообразоваться с образом Его Сына. Если вы посвящаете себя чему-то, то посвятите себя благочестию, потому что если вы правда святые, если вы правда благочестивые, то вы будете иметь гораздо меньше проблем в вашем браке, в ваших отношениях, и в церкви, и в семье, и во всем остальном. И так в первую очередь Бог призвал вас к святости. И вы должны найти в Писании самим обнаружить, увидеть отделенность, увидеть святость, увидеть то, что Бог любит, увидеть то, что Бог ненавидит, и начать жить в соответствии с этим. Он призвал вас быть святыми. Некоторые уточняющие стихи о том, что Павел имел в виду, говорю это так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремясь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Вот то, чего Бог желает от вас. И господа, послушайте меня. Я все время обращаюсь к вам. Почему? Я знаю, вам нравится эта мысль, что вы глава вашего дома. Знаете, что это значит? Вы становитесь на сцену. Вы пример всему. Не ожидайте, что ваша жена или дети или кто-либо другой будет стремиться угождать Богу, если вы сами видимо и активно не работаете в данном направлении. Смогут ли ваши дети сказать, глядя на вас, одна вещь относительно моего папы, что я действительно вижу, это то, что он более и более прилагает усилия, чтобы уподобиться Христу. Он дисциплинирует себя в благочестии. Вы видите? так много отцов говорят, ну я просто стараюсь работать как можно больше, чтобы дать моим детям те вещи, которых у меня никогда не было. И это те вещи, которых у вас никогда не было, что сделали вас таким, какой вы есть сейчас. И это те вещи, что вы даете им. Это вещи, которые уничтожают их. И Бог не призвал вас давать им вещи. Он призвал вас вас дисциплинировать их, учить их, тренировать их в праведности. Вы видите? Итак, какова воля Божья для вашей жизни? Прилагать усилия, преобразовываясь в образ Иисуса Христа, стараясь так, что это будет видимо тем, кто ближе всего к вам, господа, начиная с ваших жен. К чему призвал вас Бог? Он призвал вас быть святыми. Давайте подойдем более детально. Обычно, когда мы говорим о призвании, мы всегда имеем в виду что-то религиозное или связанное с церковью. Я хочу сказать кое-что. Церковь получит огромное оздоровление, если мы оздоровимся в остальных областях нашей жизни. Давайте взглянем на них. Вы раб? Хорошо. Раб. Он призвал тебя быть мужем? Призвал ли он тебя быть мужем? Хорошо. Далее, люби свою жену через умирание для себя и ежедневное полагание о своей жизни для нее. Вот воля Божия для вашей жизни. И не переживайте, если это займет целый день. Потому что если вы не сможете этого, то что вы вообще сможете? У мужчины нет привилегии служить. Он не может быть избран пресвитером, если он не делает этих вещей. И вот тут есть то, что я хочу, чтобы вы увидели. Вы постоянно спрашиваете, а что есть воля Божья? А вы муж? Так я вам скажу волю Бога. Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, так и вы мужья, предайте свою жизнь за ваших жен. Не в том смысле, чтобы быть тем, кто постоянно следует ее воле и потакает ее желанием. Нет, это значит возрастать в благочестии, чтобы вы могли вести ее, чтобы она становилась тем, чем она должна быть во Христе Иисусе и в праведности. Вот ваша работа. Иногда в самолете кто-то спрашивает, чем вы занимаетесь? Я говорю, ну я муж. И они чего? Я говорю, я муж. Нет, а что вы еще делаете? О, еще я отец? Нет, а что вы еще делаете? А, ну если у меня остается время, то я служитель и проповедник. Мы ведь не воспринимаем это всерьез. Мы пробегаем мимо этого, делая все эти дела. Вы муж? Так положите свою жизнь для вашей жены. Вы жена? Тогда вот воля Бога для вас. Уважайте и почитайте своего мужа, любя его и подчиняясь с радостью, и служа ему как соответственный помощник. Вот воля Божия для тебя, раб. Если вы желаете быть его рабом или рабой, если вы женщина и вы замужем, то это воля Божия для вас. Делайте это. Направьте себя на то, чтобы понять, что это значит. Вы не постигнете все это за время проповеди. Сейчас это должно направить ваше внимание и занять всю жизнь для постижения. Что же это значит? Вы родитель? Так воспитывайте и дисциплинируйте ваших детей в наставлении Господнем. Более чем все эти игры в мяч, футбол, чем те или другие движения, больше чем честь клубов, в которые я вхожу, чем спорт и чем все остальное. Все это должно встать на второе место, обязано встать на второе место. Я не утверждаю, что этого не должно быть в их жизни. Что-то из этого может быть весьма неплохим и полезным, как полезная активность, но оно должно никогда даже приблизиться к первому месту. Ваша главная ответственность как родителей поставить своих детей на этот путь. Вы сын или дочь? так позвольте мне сказать о Божьей воле для вас как для раба. Почитай отца и мать в кротком подчинении и сердечном послушании. Даже не думайте называть себя христианином, пока вы не почитаете своих родителей. Даже не смейте думать об этом. пусть эта мысль даже не входит в ваш разум. И если вы почитаете президента или царя больше, чем своего отца и мать, вы понятия не имеете, что значит ходить пред Богом. И вы как и не знаете воли Бога, так и не понимаете христианство. И даже если я почитаю королей и президентов, они не требуют большего почитания, чем отец и мать. Вот воля Божья для рабов. Вот. Вы работник? Ефесянам 6 глава. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человеко-угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа, по мере добра, какое он сделал, раб ли или свободный. Вот тогда вы служите Христу, даже если с вами плохо обращаются, даже если это во вред вам, даже если вы не получаете должное вам, вы служите Христу, и вы должны служить с искренним сердцем и являть Христа собою. Одна из тех вещей, что так важны, и которую многим из нас нужно понять. Я проповедовал несколько лет назад о библейском взгляде на работу и занятость, и один полицейский подошел ко мне, просто обычный человек, он буквально плакал. Я спросил, брат, в чем дело? И он ответил, я просиживаю часами и часами каждый день в машине, вылавливая людей, которые превышают скорость. И я сижу там и думаю, что я просто не служу Христу, не делаю ничего для Него, я просто сижу в машине, я полицейский, арестовываю плохих парней, и моя жизнь просто лишена смысла. И он продолжен, но сейчас, как я понял, писание, моя жизнь полна смысла, я делаю это в Господе, это то, кем Он призвал меня быть, и я буду им. Многие из вас думают, что Бог нас призвал быть кем-то в церкви. Нет, Он призвал вас быть бухгалтерами, домохозяйками, полицейскими, и судьями, и даже продавцами подержанных машин. Один из самых богоугодных людей, кого я знаю на этой земле, это Адриан Джонс из Летбеттера, Кентукки. Он продавец подержанных машин, и он сделал больше для помощи церкви в Румынии, чем, возможно, все миссионерские организации вместе взятые. Вы видите, делайте это как для Господа. Позвольте мне дать вам небольшую эсхатологическую зарисовку. Когда Христос лег в гробницу и разрушил смерть, камень гробницы был отвален, и вся гробница наполнилась светом и новым смыслом, так и вы, когда открываете дверь своей жизни, и работы, и всего, будь вы домохозяйкой, или матерью, или отцом, или кем-то еще, распахивая дверь своей гробницы, свет Христа наполняет эту гробницу смыслом и светом. А нас учили, что это такая мелочь быть матерью, это такая мелочь быть домохозяйкой, и вы скажете, разве есть во всем этом смысл? В моей жизни нет смысла. И это феминистки вам скажут, что в вашей жизни нет смысла. Это ложь. Когда Христос приведет вас к этому, это будет наполнено смыслом. Вся наша жизнь должна быть только сиянием жизни со Христом. Вы работодатель? Так практикуйте справедливость и честность без предубеждений, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Работодатели должны трепетать, чтобы быть справедливыми и честными и добрыми. Ну и в последних, вы член церкви. Вы видите, когда вы думали о призвании, это по-вашему все касалось только церкви. Когда вы думаете о воле Бога, часто вы думаете о церкви, но его воля гораздо шире. Вы член общины верующих, так? Тогда вот, служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». С той благодатью, что дана вам, служите верующим. Вы скажете, «Брат Пол, если я буду хорошим мужем, хорошей женой, хорошим отцом и матерью, и хорошим работником и работодателем, то у меня не останется никакого времени». Нет, это не так. В том-то и дело. В нашей жизни так много всякой активности и деятельности, которые попросту не нужны, но мы хватаемся за них, а взамен отбрасываем наши обязанности по отношению к семье, отбрасываем обязанности по отношению к церкви, чтобы заниматься этой ненужной деятельностью. Сначала отбросьте ее, расставьте прямо свои приоритеты, и у вас будет достаточно времени исполнять волю Божью. Времени достаточно для воли Бога. Времени достаточно. Вы видите, как много в одном стихе. Так много в одном стихе. И призыв к вам звучит. Раб ли ты? Желаете ли вы, чтоб люди, глядя на вас, сказали «Раб». Молодые люди, вы желаете встретить девушку, что, глядя на вас, думала бы, он популярный, сильный, привлекательный и все такое. Что ж, если это именно то, что девушка ищет, то в этом нет ценности. Она должна искать такого парня, который есть в слугах Всевышнего Бога. И вы, юноши, вы должны искать девушку, о которой можно было бы сказать «Вот дева, отдавшая себя Господу, служанка Всевышнего Бога». Служанка Всевышнего Бога. Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя за Твою доброту и помощь. Спасибо за эту привилегию. И, пожалуйста, работай в моем сердце и в сердцах моих братьев и сестер, чтобы под Твоим обоюдоострым словом мы преображались в образ Христа. Помоги нам, Отче, во имя Иисуса. Аминь.